Найти и поддержать педагогов-управленцев по всей стране. Это главная цель стартовавшего в России конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет». Церемонию открытия провели в Екатеринбурге, куда приехали несколько уже сформировавшихся команд участников. Поприветствовать гостей прибыл заместитель полупреда президента в Уральском федеральном округе Борис Кириллов. Он отметил, что учителя могут и показать себя, и продвинуться по карьерной лестнице. Конечно, это в первую очередь социальный лифт. Во-вторых, это прекрасная площадка для обмена практиками наработанными. Ну а в-третьих, это взаимное знакомство и взаимное продвижение. Если говорить за продвижение наших коллег в регионах, то, конечно, итоги конкурса будут учтены в управленческой деятельности на постоянной основе. После торжественной части организаторы провели стратегическую сессию, в которой участвовали команды из Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Кемерово. Они определили ключевые компетенции, необходимые управленцам в образовании. Кстати, в состав экспертов, которые будут оценивать конкурсные испытания, вошла председатель комиссии по делам молодежи Общественной палаты России Елена Родионова, уроженка Ульяновска. «Фавориты, все участники, которые здесь, потому что я предлагаю весь зал сейчас бурными аплодисментами поприветствовать тех, кто приехал на старт, несмотря на расстояние, несмотря на все, несмотря на пандемию. И это настоящая управленца, а значит настоящие профессионалы». Заявочная кампания на конкурс продлится до 28 февраля следующего года. В марте зарегистрировавшимся участникам предстоит пройти дистанционный этап и дистанционную образовательную программу. Потенциальные участники должны сформировать команду из пяти человек – руководителя департаментов образования или их заместителей, начальников структурных подразделений, директоров школ и колледжей. Конкурс – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Мы ждем сформировавшуюся команду единомышленников, которые будут готовы что-то новое привносить в систему образования, создавать, решать сложные задачи сообща, вести диалог, несмотря на то, что я уверен, наша география будет представлять все 85 регионов». Полуфиналы пройдут в апреле, а финал запланирован на сентябрь. Анна Тищенко, Данил Сурков, Алексей Шишов, Улправда ТВ.